Всем привет! Добрый ранок! Ну вот, решили мы сделать видео, конечно же, почем Львов для народа. Здесь будут наши сувениры, все походы по всем кафе, ресторанам и экскурсионным местам смотрите в видео. Так что сейчас передаю Наталке, да? Я буду показывать. Ну, конечно, ты рассказывай, а я буду камеру держать. Все, давайте, сейчас передаю. Сейчас еще покажу наш прекрасный номер. Отель очень понравился, точнее, вид из номера покажу. Сегодня, кстати, не дождь, что удивительно. Погода была холодная, но мы с радостью погуляли по Львову и подышали воздухом. Простите, а не песком из пустыни. Так что вот перевожу прекрасные яблоки на завтрак, которые тоже у нас были, и рассказываю. Вот, в принципе, мне казалось, что мы что-то много купили. А сейчас смотрю, что-то и немного. Вот, ну давайте начнем с наших брелочков. Взяли мы на подарок. Меня просили еще из Эмиратов привезти. Вот, Украина, это канапись классная Ukraine и наш гопак, и мельница, которая работает и делает пшено, и подсолнухи, и трезубец, и цветы красивые. И мак, и прапор, да? И гопак, конечно же. То есть брелочки стоят, ой, магнитики такие по 50 гривен всего лишь, ну прикольно, вообще классно. Очень здорово сделано. Дальше брелки такие, 80 гривен стоит брелок, он очень легкий. Тут есть и желтоблокитный колер, и трезубец, и сердечко. И очень легенький. Очень-очень легкий. Можно спокойно подцепить на рюкзак и носить его, потому что у меня были тяжелые брелки на рюкзаке, и это не играло роль в путешествиях. А, кстати, где делают? Китай или Украина? А там есть? Не знаю, тут есть. Кстати, вот на брелочке, может, что-то есть? Нет, 80 гривен. Ничего нету, просто... Написано на нашего. Не, ну это понятно, что как бы на каком же должно быть написано это же. Вот Наташа себе магнит купила. Да. Мне он так понравился, в ратуши зашли. Сколько он стоил? 65 гривен. Да, хоть я говорила, не вмешаюсь. Так, я его взяла, вот же пожарная машинка, потом пытаю, спрашиваю у девушки-продавщицы, а, вы бы читай, что это за будивля, что это за здание? Она говорит, это у нас здание пожарной охраны, да? То ли вот старое, то ли это показала на карте, и я говорю, о, прекрасно. Так он понравился. Но он тяжеленький, да? Да, он тяжелый. Вот каменный, просто я почему не беру такие. Дело в том, что у меня один магнит упал и разбился, мне его привезли, я очень расстраивалась. Просто можно открыть дверцу холодильника, и оно случайно упадет. Ничего, я подстилю. Поэтому я беру вот такие. Вот я взяла себе, хотя у меня есть магнит со Львова. Ой, отсвечивает, оно положи, потому что оно в пленке, да? Это, видите, площадь рынок, разноцветные дома, классные, мне очень понравился. Да, классненько. Это фото, слушай, это старое какое-то фото, да, наверное? Так, хорошо. А это иконка... Тоже 65. Да, это за две гривны. Короче, в Ратуши дешевле были, в информационном центре Ратуши дешевле, не очень много сувениров, но дешевле, чем с сувенирных лапок, да? Угу. Так. А это за две гривны иконка Георгия Победоносца, купила его в соборе святого Юра, я стрелец, и все говорят, и я верю, что Георгий Победоносец защищает знак стрельца. Ну, мне и так нравится этот цветок, потому что он победитель, я спортсменка, ну, как бы, у меня много иконок, именно с Георгием, и серебряная, и большая, подвезу в Эмираты и поставлю на рабочее место. Классно, будет меня защищать. Мне всегда нравится этот. Змеи, хотя змеи тоже жалко, ну, ладно. Да, показываем твои сережечки, давай. Так, я надеюсь, что видео не пропало, что видео мы сделали, смонтировали, вот Наташины сережки, в которых она уже ходила, и колечко. Этот набор ей безумно нравится, стоил он 2050, в магазине Перлына Львова. Да, отдельно можно покупать, а делает белоцерковская фирма под именем Полина. Да, Наташи нравится этот набор, классно. Очень красиво смотрится. Проходило, красиво, никакой аллергии, ничего нет. Да, и очень классная застежка, потому что сейчас уже что-то вообще, люди не умеют ничего делать. и держит, неразьюзанное, все, класс, класс. Что дальше? Давай показываем варенье, я тоже, я надеюсь, что видео все увидели уже, есть джем облепиховый, есть розовое варенье, есть варенье из сосновых шишек. Наташа все это попробовала. Облепиховое не пробовала, кстати. Это было видео, когда вы сидели в ратуше и пили кофе, культовый кофе, культовая кафешка, классное место вообще. И мы взяли в сувенир своим родным и близким, особенно шишка очень понравилась. Наташа, да, там есть маленькая шишка, разжевать, проглотить. Нет, там много шишек, но они небольшие, они вот такого размера. Да, я думала, все, что его выплюнуть или это декор какой-то. Она такая мягкая, боже, интересный вкус. Короче, так и не попробуешь. То есть, даже помню, это стоило 70, это 180, ну, одна баночка, и шишка по 100 было. так что, такой вот сувенир, прикольный нашим родным и близким со Львова, надеемся, им понравится. Дальше, давай кофе покажем. Искали кофе, спрашивали, нам рекомендовали магазин свиточ, мы туда зашли, вообще мы думали, свиточ это только шоколад. Мы зашли туда, и прикольная коробочка, смотрите, тут же все как маленькие, знаете, когда в Египте все эти в иероглифах зашиты всякие картинки, и здесь и труба есть, и птичка, и усы, которые тоже во Львове часто во всяких кафешках, как, я не знаю, как прикол какой-то. Конок, птичка. И чашка кофе, ну то есть просто рассматривать нужно. Улитки какие-то. Мы уже вчера зашли к моей тете, тоже подарили ей сувениры, ей понравилось тоже этот вот прикол. Львов делает же. Да, это делает Львов, и одна пачка стоит 165 гривен, и это сказали вот такой кофе без добавок, вот кофе смешанных, такой робустой и арабикой. Без вкусов, без вкусов. Нет, это арабика, арабика только, не добавляйся смешанной. Ну посмотрим, попробуем по вкусу. Вот, да. Ну, упаковка, по крайней мере. Надеемся, решили не брать вот в этой копальне, то есть на развес, там в копальне мы хотели, но потом мы подумали, что у меня никаких отзывов, как бы таких супер не было. У тебя так солнышко на лице сейчас? Солнышко во Львове это редкость. Вот, и решили взять такой кофе, ну, надеемся, что понравится. Я просто такого не видела у нас. Ну, может, есть, я не обращала внимания. Короче, магазин свиточ на площади рынок. Так и незаметный, но заходите туда. Дальше переходим к алкоголю, к сладенькому, да? Это нам рекомендовали магазин, не помните, что на напой называется? Нет. Напой и свиту. Вот, напой и свиту, да. Сказали, здесь хороший алкоголь, и он не такой, ну, как сказать, он и львовский, и не, как это сказать? Не знаю, что ты хочешь. Я ж не знаю, тебя вымысливлись. Э-э-э, затык, затык. Э-э-э. Ну, сказали, что именно алкоголь, который привозят, который многие привозят, и он как, ну, не бьет по голове, нет вот такого... Ну, это настойки, это настойки, да, настойки. Только вот сколько градусов? Которые вот ты берешь, и потом там может быть плохо, или не дай бухотравление какое-то, мы ж привозим... Ну, это знаменитые львовские настойки. Именно рекомендовали в этих магазинах брать именно львовские настойки, именно львовский сувенир. Вот, Наташа выбрала вот такой, причем девушка рекомендовала, с Наташей обсуждали. Сначала мы хотели взять или вишневый, значит, вишневая настойка была кофейная, шоколадная и лимонная. Ну, и вот это был оригинал. Наташа поговорила с девушкой. Нет, мистер и еще какой-то есть. Старый Львив, по-моему, или что-то такое, но там просто сладкое, 45 градусов. А это тоже, вот я не посмотрела, сколько градусов, он сказал, что тоже. Сказали, что после него плохо не бывает, похмелье не бывает. И это очень похож на гермейстер, на что там еще. Ну, то есть, это горько-сладкая настойка, скажем так. Пол-литра чешу? Это пол-литра, да, стоило, слушай, я... 165-175. Смотрите, разные партии. То есть, один сделан в 2022 году, второй в 2023. И они даже по цвету, один уже настоялся, как бы, ну, видите, и разное. Да, я сначала попросила, дайте посвежее, потом говорю, а давайте пока не надо. Мы попробуем, напишем отзывы. Ну, вот так вот. Да. А дальше моя тетя подарила мне картины со Львова. Это береза. Да, да, это береза. Ух ты. Ага. А что это за собор? А я, по-моему, который мы на трамвае проезжаем, когда мы въезжаем. И Елизавета и Ольги, по-моему, этот собор, да. Ага. Похоже, да? Тут пороховая башня. У них тоже есть пороховая вежа. Да, надеял, мы не дошли, я надеюсь, что мы дойдем в следующий раз, когда пойдем в Львов. А это Юры? Это, я думаю, святого Юры. А может и нет. Слушай, вот тут рядом что-то похожее. А может вот эти бени... Доминиканские похожи. Да, без надпись и не совсем еще понимаем, что это. Ну и дальше переходим к вышиванкам. Тоже надеюсь, что видео смонтировало, и ничего не случилось. Мы их не одевали пока, потому что было пропадно. Погода не... Хотя, вот это твоя... Можно было одеть, Просто я бы закрыла ее вещами просто все равно. Вот, за 570 гривен. Это была уже последняя. Такая защитного цвета. Очень классно. Я уже фотки в Инстаграм выкладывала. Друзья написали, что классная, нравится. Мотив-магазин-мотив. Вот он. А много магазинов таких. Мы их силипо видели киоск. И сайт у них есть. Это не ручная вышивка, это машинная, но сделана достойно. Цена тоже достойная. А мою что совсем? Не достойно показать, да. А твою вообще-то прям... Она прям такая тяжелая. Она тяжелая. Сегодня принимала она тяжелая. Я вижу, моя любимая как футболка. Потому что это... А ну подожди, сейчас вот это за свет. Она такая белая, я прям ее брать боюсь. Очень красивая. Стоит 3,950. О боже. Ты что, серьезно? Такие деньги? Да, вот. Больше 100 долларов. Не, а ну сейчас цена должна была быть где-то. Вот цена. 3,850. И боже. Боже. Но все равно она классная. Наташа ее делала и... Ну это лен, это чистый лен. А у тебя же нет вышиванки, да? Нет. У меня есть, мне друзья подарили с принтом футболку, но это принт, это немножко другое. А ну выше, выше, выше. К себе. А ну оцените. Как? Ну это надо померить. Мне к моим брюкам защитного света. А они просто даже в тон вообще. Но она, это универсальная. Это универсальная вещь. Это можно под все одевать. Брюки, шорты, джинсы без брюк, без джинсов, юбки. Все что хочешь. Так что вот такое у нас видео сегодня. Непочем львов для народа. Прерываем наши покупки. И вот мы уже спаковали вещи. Уже будем идти на поиски. Новая покупка. Не обошли мы прекрасный магазин. Здесь товары. Это кто робит? Запорижский? Кривари. Кривари. Здесь товары Украины. Очень классные всякие одежки. Наташа много мерила. Ну выбрала вот такую вот красивую. Вообще-то я за чем зашла? А я вообще зашла. Наташа просто зашла. За юбкой, потом за брюками. И 695 она стоит? Да, это 695. Помните, мы в Кении решили ешку искали, а нашли во Львове. Да, нашли во Львове. Так что вот. Украинский выработка. А ну покрутить еще. Классно. Еще и выточки зашла. Вот, так что это тоже в львовские покупки и подарки. Магазин классный. Заходите. Какая улица у вас? Краковская 26. Вот, Краковская 26. Я уже сейчас покажу. Вот. Очень много всего интересного. И сейчас здесь есть скидки. Так что захотите. Кто во Львове, особенно рекомендуем. Пишите комменты, ставьте лайки, что вы обычно привозите. Естественно, магнитики, брелки, это понятно. А кофе, варенье, наверное, тоже такое вы привезли. Хорошее настроение. Да. Очень, очень будем рады, когда закончится война, когда мы победим, чтобы мы все приехали и посмотрели Львов в Киев и Украину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok